13.06 в Кирове, это программа «Особое мнение». Добрый день. Меня зовут Светлана Занько, и «Особое мнение» сегодня высказывает Андрей Лучинин, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», исполнительный директор Ассоциации Совета Муниципальных Образований Кировской области. Вот так, со всеми регалиями, потому что не часто вы у нас. Здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос, конечно, пойдете ли вы завтра на мероприятие, посвященное годовщине воссоединению Крыма с Россией, и как оно официально называется, на Театральную площадь? Да, пойду. В составе какой группы, с какими лозунгами, плакатами, может быть? Да не в составе никакой группы, просто есть инициатива выйти, просто пойду. А чья инициатива? Не знаю. Насколько я знаю, это Совет ветеранов заявки подавал, по-моему, боевое братство, кто-то еще из общественников. Ну, по крайней мере, я со многими знаком лично, и приглашали, и сегодня как раз тоже пригласили меня. Значит, конечно, схожу я и собирался сходить. Обязательно я поддерживаю те инициативы, которые, те действия, которые год назад были, и на сегодня я ни капли не сомневаюсь в правильности тех действий и решений, которые были год назад. Ну, вот по поводу действий и решений, которые были год назад, и что сейчас, обязательно поговорим чуть попозже. Мне бы хотелось немного по завтрашнему мероприятию. Вы получали официальное приглашение? Нет, официальное приглашение ни у меня, ни в Ассоциации муниципальных образований такого нет. Просто вот так в контакте попросили. Нет, ни от чиновников, ни от политиков, ничего такого на бумаге не было. Как вы думаете, много ли людей придет завтра на это мероприятие? Не могу сказать, как бы тоже, как фантазировать. Я думаю, что извещены многие, наверное, какие-то и приглашения есть. Кстати сказать, я вот и заходил в Единую Россию на той неделе, тоже ничего мне не говорили, и никаких официальных приглашений не было. Но, тем не менее, наверное, примут участие в обязательном порядке партия. Наверное, и другие пальческие партии примут на сегодня. Это тот вопрос, по которому наши основные парламентские партии имеют полное понимание и консенсус. Я думаю, что и КПРФ придет, и Справедливая Россия, и уж точно ЛДПР придет. Потому что ожидаю, что да, будут люди, будет немало. Ну вот что касается партии. Вы сказали, наверное, и партия Единая Россия придет. У вас по этому поводу разве не было какого-нибудь собрания, оповещения? Или четко, может быть, сказали, что ребята, мы все идем? Нет, до меня ничего подобного не доходило. Какого-либо приглашения устно, я уже говорил, приглашение было устно, а вот каких-то официальных бумаг, распоряжений в обязательном порядке или еще что-то, такого не было. А вы можете себе представить, вы уж простите, что я об этом говорю. Да ничего, ничего, нормально. Часто у нас бывает разговор о том, что на различные мероприятия официальные в добровольно-приказном порядке люди приходят. Я думаю, что, наверное, членам партии Единая Россия нет нужды распоряжаться, послать распоряжения в их сторож, чтобы они приходили. Но что касается различного рода предприятий и так далее, как вы думаете, не будет ли спекуляции в этом смысле, что вот в таком добровольно-принудительном порядке завтра люди выйдут? Или все-таки придут добровольно? Спекуляции-то все равно будут. На сегодня я знаю, что уже и в сети интернет говорят о том, что снова там нагонят или еще что-то. Не думаю, что вот такого масштаба катастрофа там кого-то куда-то нагоняют. Думаю, что это конец рабочего дня, достаточно удобно, и люди выходят. Я думаю, что не будет такого, что кого-то насильно, вопреки воле, приказам каким-то или еще что-то. По крайней мере, по себе я такого не ощущал. Ну, мы знаем, что есть не только сторонники того, что был присоединен Крым или возвращен, по официальной версии, Крым в прошлом году в Россию. Но есть также и противники этого до сих пор. И до сих пор споры продолжаются. Тем не менее, прошел год, прошли первые эмоции. У кого-то восторг прошел, у кого-то жесткое отрицание тоже прошло. Все так, мне кажется, немножечко подостыло. А что мы имеем сейчас в связи с вот этой ситуацией по присоединению Крыма или возвращению его в Россию? Вот сейчас, когда прошел год, каковы ваши ощущения по этому поводу? Ну, я уже сказал, что у меня ни минуты за этот год не было сомнений в правильности тех действий, которые были. Более того, так как я заканчивал в свое время исторический факультет нашего пединститута, и историю знаю достаточно, считаю, неплохо. И всегда считал, Крым все-таки это нашей территорией, исконно за которую мы боролись. И геополитически нужно было бороться за эту территорию. Это понятно почему. И действительно, это возвращение, это не захват, не какая-то аннексия, ничего подобное. Это возвращение, это историческая справедливость. Более никак сегодня тоже не рассматриваю. Плюсы, минусы. У нас любое действие, оно чревато каким-то позитивным эмоциям и движением, да, и в экономике, и в политике, в социальной сфере, так и отрицательным. Естественно, если из-за отрицательных каких-то последствий данного действия, то мы сегодня видим, что и те санкции, которые Запад нам применяет, конечно, Крым всегда фигурирует один из первых аргументов. Значит, ну, опять же, есть такое официальное мнение, что не было бы Крыма, придумали бы что-то другое. И я тоже убежден, что да, действительно, это так. Россия очень неудобная страна. Тем более, столько территорий, столько ресурсов. И либо быть привязанным к какому-то западному пути развития, либо развиваться по своему сценарию. Ну, кому-то это не нравится. Ну, и, собственно говоря, ничего нового-то не происходит. Ведь всегда внутри, когда были довольны и недовольны, ведь мы знаем с вами, что с порта исторический западников и славян и филов, куда развиваться в России, да, либо вместе с европейской цивилизацией, либо по какому-то своему пути идти ближе к востоку. Это всегда было. Это было 100 лет, 200 назад. Это сейчас. Это и через 100 лет, я думаю, что будет такая же, если нас не уничтожат к тому времени. Вот. Потому я, ну, как сказать, эмоции, да, они склонули. Хотя я человек очень эмоциональный и, ну, так радостно приветствовал подобные воссоединения. Еще один итог, считаю немаловажным, воссоединение Крыма с Россией стало то, что мы сохранили на этой территории жизни простых гражданских людей. Наверное, это одна из немногих операций российской дипломатии, когда без вооруженного конфликта, без выстрела, без жертв мы возвратили, обрели эту территорию. Для нас, для нашего государства, это стратегически важнейший пункт, это важнейшая территория, особенно наш Черноморский флот и базировался. Поэтому это тоже хорошо. И то, что сегодня происходит на Донбассе, те жертвы, которые есть в Луганской области, на Донбассе, вот они, я думаю, что с большим бы размахом, конечно же, были в Крыму. Тем более, там, естественно, проживает русское население, большинство, там, естественно, множество противоречий могло возникнуть и возникали по поводу отторжения нового режима, который сегодня в Украине. Тем более, вот эти националистические лозунги, которые звучали, они просто неприемлемы сегодня для крымчан. Потому, скорее всего, с большой долей уверенности могу сказать, что там бы до вооруженного столкновения очень быстро дошло. Давайте вот еще на какую тему порассуждаем по поводу еще раз тех мероприятий, которые планируются по всей стране завтра, да, 18 марта. Это еще раз, это не митинг, это не шествие, оно так в официальных документах числится, публичное мероприятие, посвященное годовщине воссоединения Крыма с Россией. Оно такое всероссийское. И действительно, письма были направлены. У меня вот, например, сейчас прямо перед глазами одно из писем, которое было направлено на предприятие города Кирова. Не на этом хочу заостриться, потому что мне бы хотелось верить, что те, кто придут завтра на театральную площадь, они действительно искренне за то, что произошло в прошлом году, и они это поддерживают. Но если это не так, и если будет такой вариант, когда коллективы будут собираться на площади в связи с распоряжением руководства, да, от различных предприятий. Если в этом случае вот такое мероприятие, оно сыграет в плюс или в минус политике и власти, которая сейчас, да, ведется вот на эту тему конкретно крымскую, может быть, людей просто стоило оставить в покое? Любой пережим работает в минус политике. Это очевидная вещь. И если кто-то из руководителей принуждает, да еще под роспись или еще как-то, то это просто дикость, это средневековье. Такого быть не должно. Но Вы считаете, что на любом предприятии, если, например, сейчас в нашей ситуации, если руководитель скажет коллеге, завтра будет такое, значит, мероприятие, то, скорее всего, найдется большое количество людей, которые его поддержат? По-разному. Не буду говорить, на каком предприятии конкретно большое количество, небольшое количество, но всегда найдутся те люди, которые поддержат это мероприятие. Всегда найдутся такие люди. Кстати сказать, уж забегая вперед, когда я говорю про перегиб или какой-то прессинг, всегда есть и дураки, которые, получив какое-то письмо, приглашение, истолковывают это как обязательный приказ, и дальше начинают транслировать и принуждать людей. Ну, я уже обозначил слово, к которому я отношусь с такими людьми, потому что нужно все делать по воле доброй. И всегда есть люди, всегда, на любом предприятии, которые готовы поддержать и прийти. Так что на них и нужно опираться. Зачем так вот, если такое где-то есть. Закончим мы с завтрашним мероприятием. Перейдем к вопросу, который обсуждается в течение последних недель, месяцев, естественно, очень активно у нас в СМИ. Депутат областного саксобрания Константин Нашуренко высказался по поводу трагических случаев, произошедших в Кировской области этой зимой. Он говорит о детях, пострадавших в результате падения снега с крыш домов. Значит, одна из его цитат. Отправлять в отставку надо главу администрации, главу города немедленно, где такие вещи происходят. Согласен с таким мнением? Не совсем согласен с таким мнением, потому что рубить шашкой на месте Константин Нашуренко, тоже, наверное, он только может, как депутат законного собрания, не разбираясь ни в сути происходящего, ни в проблемах. Увольнять однозначно сити-менеджера. Давайте разберемся. Разобраться надо, были ли предприняты все меры для того, чтобы такое не происходило. Что в нашем дорогом государстве часто происходит и в городе, в том числе и в городах, в области. У нас все время махать начинает шашками после случая, когда уже ничего не вернешь. Необходимо до этого проводить профилактические мероприятия. Нужно работать. И если данный чиновник этого не делал, не требовал, не заставлял и не штрафовал до того, как произошло такой случай, в том числе это касается и надзорных наших органов, которые трубить-то начинают, когда уже что-то произошло, то есть как некая карательная машина действует, находят крайнего. Крайнего найдут всегда, значит, наверное, фильм-то «Бриллиантовая рука», когда, помните, там, выходит Голубков после крика в темноте. Да, и мужики, на его месте должен быть я, а те ему два милиционера. Напьешься, будешь. Напьешься, будешь. Потому на месте главы поселения, главы района, главы администрации района может быть любой человек. Любой человек. И прежде чем ломать там судьбы людей, увольнять там, что-то делать, надо посмотреть, а делали ли они то, что нужно. Я хочу разобраться в том, что вы сказали. На месте главы района, администрации, там, города, наверное, можно добавить, может быть, любой человек. Значит ли это, что то, что происходило этой зимой, падение снега, трагические случаи, смерти, это нормальная ситуация? Это абсолютно ненормальная ситуация. Это абсолютно ненормальная ситуация, потому что у нас, если не сосулька упадет, то поскользнешься на льду, которая после сосульки. Но, судя по вашим словам, эта ситуация повсеместна. Это повсеместная, не просто повсеместная. Опять же, если вспомнить еще один такой же фильм интересный, когда один из персонажей фильма говорит, туда не ходи, сюда не ходи, снег башка упадет, совсем больно. Да, я уточняю свой вопрос сейчас, Андрей Николаевич. У нас всегда это было, это прощает людей, которые возглавляют наши города, за то, что это происходит и в этом году тоже? Никак нельзя прощать. Так. Но надо профилактировать. Так. И потому нужно сделать... А что раньше они не могли профилактировать, чтобы не случилось... Так вот, надо разобраться, они профилактировали и не делали ничего. А результаты, которые, результаты вот этой зимы, это что, уже не показатель того, что как профилактировали? Это показатель тоже надо рассматривать и каждую конкретную зиму. Вот, значит, у нас даже, посмотрите, эта зима начиналась в октябре. В октябре выпал первый снег, и снег очень большой. А в конце октября были уже первые случаи. А в конце октября уже первый случай. Так. А знаете, когда собрались на первые собрания чиновники из городадминистрации Кировской, например? Ну, мы знаем, что сегодня... Когда они собрались на первые? У нас другой сити-менеджер, правильно? Ну, при чем тут сити-менеджер? Ну, если мы говорим сегодня... У нас же не было пустоты, у нас тогда был сити-менеджер и глава города, и сейчас есть сити-менеджер, и глава города. Какая разница? Вы же говорите, конкретно глава города, сити-менеджер, значит, по Машуренко, должны тут же уйти в отставку. Кстати сказать, глава города Слободского и глава администрации, они сразу же написали заявление, оба. А у нас в Кирове этого не произошло. У нас произошли другие действия. Какие? У нас были уволены чиновники, которые отвечали за те руки. Когда последние случаи с двумя девочками из детского сада произошли, а до этого были смерти. Я же не спорю с вами. Не спорю. Если есть случай, значит, работа не была проведена. Вот. Или проведена была недолжным образом. Нужно разбираться и делать так, чтобы этого не происходило в будущем. Вот посмотрите, у нас на сегодня проблем-то много, не только по... Значит, сейчас обратили внимание мы на сосульки разом, да? Значит, до того момента, пока у нас не произошла гибель пешеходов, вы помните, да, там злосчастный случай у кинотеатра «Октябрь», да? Гражданская инициатива тоже так тихо-вяло, и чиновники в том числе, и надзорные органы как-то так статистику отмечали. А вот после смертельных случаев, когда один мажор там на переходе у... Мы помним всю трагедию у октября. Да, сбил ребят потом у октября, сбили насмерть и так далее. И мы помним, что гражданская инициатива вылилась в ночной патруль. И после этого начались какие-то действия. И надзорники сразу, и администрации, и гражданская инициатива. Так опять же, дождались смертей, и после этого начали наводить порядок. Вот вы сейчас к чему уклоните? А я к тому, что у нас это повсеместно, это практика такая. Даже посмотрите, у нас есть... Если она повсеместна, значит, система так не строит. Если взять те же самые злополучные спайсы... Вот сейчас... Давайте мы пока спайсы оставим в покое... Нет, подождите, это всё идёт из одного ряда... Вот, Андрей Николаевич, я, например, думаю, что что касается спайсов, это дело силовых структур. Но что касается... Не-не-не-не, подождите, подождите. Ну, по большей части. Что касается крыш, я неплохо представляю, как полицейские или представители ФСБ или других служб собираются на крыше для того, чтобы следить, откуда падает снег и кто не сбил сосульку. Но крыша это точно в ответственности администрации и главы города, нет? Согласен. Так, как вы считаете, вот за эту зиму... Всё, что на территории муниципального образования, на совести чиновников администрации... Вот мы с вами сейчас здесь находимся, в городе Кирове, а вы, кроме всего прочего, как я уже сказала, исполнительный директор Ассоциации Совета муниципальных образований Кировской области. И знаете, что происходит в муниципальных образованиях? Вот давайте на город Киров перекинем, всё-таки наша радиостанция больше покрывает население этого города своим вещанием. Достаточно ли были приняты меры, вы считаете, очевидные всем, да, администрации города Кирова, городской думой, главой города для того, чтобы предотвратить театромические случаи, которые произошли после первых сигналов? Ну, вы же знаете ответ, что они достаточны бывают тогда, когда после этих сигналов не происходят происшествий. Недостаточно. Если происшествия происходят, меры, соответственно, недостаточны. Тогда удовлетворены ли вы теми наказаниями, которые последовали? Тех людей, которых наказали, там, представители управляющей компании, сейчас в отставку отправили чиновника из департамента образования, отправили в отставку директора детского садика, да? Этого достаточно? Для меня отставки ни о чём не говорят. Потому что, вот, если это будет происходить на следующий год, то, соответственно, ничего не произошло, отставки ничего не решили. Ещё раз, вот, заявления, которые последовали, как это всё освещалось, что сказал один Васильевич Быков, что сказал один сити-менеджер, другой сити-менеджер, что сказали депутаты Гордумы, как часто они собирались, какие меры предприняли, и вообще, есть ли у них план? Вот это вас всё удовлетворяет? Я лично не вижу этого ничего. Я у каждого спрашиваю, кто седает, приходит, я не вижу. Понял, куда вы разворачиваете. В принципе, давайте я скажу, что, да, я вижу, что меры принимаются. Я вижу даже потому, что, ну, сегодня у нас идёт параллельный процесс лицензирования управляющих компаний, вы знаете, да? Значит, сегодня жилоспекция лицензирует управляющих компаний, допуская от их к дальнейшему управлению теми домами, которые у нас есть на территории города Кирова и области. Так вот, я вам скажу, что не сдача экзаменов, там, да, вот сейчас они сдают экзамены, а можно один раз не сдать, второй раз не сдать, там, третий раз, и можно бесконечно сдавать, и когда-нибудь ты сдашь этот экзамен. Как профилактирующее мероприятие, меня мало убеждает в том, что сдав экзамен, они будут должным образом учитывать свои полномочия, свои действия, да, по очистке тех же крыш, или там своевременно убирать наледь с тротуара. А вот то, что, по-моему, УКС, нет, нет, не УКС, как-то, УЮТ, да? Неважно, какая компания на самом деле. Компания там, да, на сегодня завели уголовное дело, вот это товарищей, которые занимаются сегодня коммунальными услугами, сильно отрезвляет. То есть у нас, к сожалению, так. Пока гром не грянет, ну, все так и действуют. Вот сегодня стоило завести уголовное дело, стоило вот такой резонанс, уволить чиновников, там, дополнительно собирать людей и заставлять их работать под угрозой санкций каких-то серьезных. Вы серьезно считаете, что настолько усилили свою деятельность и заставили очистить, что прямо у нас стало лучше? Подождите, я по городу-то пешком хожу. Да, я тоже. 45 минут уже сработает. Вы знаете, мне достаточно даже наше здание наблюдать в течение этой зимы. И я вижу, что вот после случаев, опять же, после случаев падения сосулек убирать стали с крыш, повсеместно стали убирать с крыш. Идешь, ну, иногда где-то просто огородят на всякий случай, чтобы там люди шли по, да. Серьезно. Вот у нас как висели сосульки на здании, где мы с вами сидим прямо напротив властной администрации на балконах, так они и висели до тех пор, пока вот сейчас в связи с погодными условиями не растаяли, огромные сосульки. И как падали ледяные... Сейчас, какой у нас нынче марта? Ну, в эту пору... Вы не лукавите, я хочу спросить. Нет, нет, я не лукавил. Кого вы защищаете в данном случае? Я никого не защищаю. Я смотрю, что действительно работа начата. То есть смотреть с одной стороны только я не умею, я смотрю с разных сторон. Я вам сказал... А кем начата работа? Вот следственными все-таки органами, в связи с тем, что уголовные дела заводятся, или те, кто должен ее вести, администрация, дунцы и так далее? Все начали копошиться, все. А скажите, пожалуйста, почему Кировская городская дума не собралась на какое-нибудь экстренное совещание и тоже не выразила, например, негодования в сторону, я не знаю, чиновников, главы своей думы, которая не сделала заявлений очень ярких? Или вы считаете, что сделал? Нет, я не знаю. Я знаю, что наше системное жарко... Есть депутаты, которые отстаивают права и защищают граждан, которые их выбрали, на экстренное заседание и как-то... Давайте пригласим депутатов и спросим, почему они это не сделали. Может быть, они скажут вам, что они в комитетах разобрались. Может, они скажут, что это вообще компетенция головы администрации, которая проявила соответствующее совещание, и не одно, и заставил, и уволил, и проконтролировал работу. Давайте их спросим. Вы сейчас задаете вопрос в адресу. Как человеку? Я ведь вам не хочу. Нет, я просто не знаю. Вы спрашиваете, почему они это не сделали? Я не знаю, почему они это не сделали. Я знаю, что произошло. Я знаю, что это, к сожалению, не единичный, не последний случай, потому что система вот так как-то выстроена, мы все время ждем смертей. Я не зря вам сказал про спайсы, потому что все знали, что торгуют, все знали, что травятся, но дождались спирительных случаев, и только тогда начали бить изо всех сил в бубны и под запрет, законодательно запрещать. Здесь начали проверять, отчеты писать опять же. А что, раньше-то не было этого? А что вы думаете, они будут делать летом? Вздохнут спокойно, что зима прошла, и до следующих снегопадов, или работа будет серьезная проведена этим летом? Тогда какая она должна быть? По крайней мере, должна быть работа. Чтобы очевидные результаты. Должна быть работа все равно летом проводиться. Я не специалист в сфере ЖКХ, тем более не специалист в таких тонких материях, как ликвидировать заранее сосульки или предотвратить. Наверняка есть специалисты, наверняка есть какие-то технологии. Я уверен, что в других регионах есть какая-то более, наверное, позитивная практика, как, допустим, у нас. Нужно изучать, нужно смотреть. Но нужно к этому готовиться. Потому что не каждая зима была такая, все-таки согласитесь, как сейчас. То есть аномально снежная зима была. Но через год, через два, через три она может повториться. Может быть, завтра повторится другая какая-то ситуация. Если не готовиться, тогда опять будем ждать какой-то смерти, гибели детей, чтобы принимать экстренные меры. И обсуждать на всех уровнях. Обсуждать надо заранее. Я, честно говоря, так от вас прямого ответа не услышала. Не услышала, достаточно ли были приняты меры со стороны самых высокопоставленных лиц, и достаточно ли было и наказание, и какой тогда должна быть профилактика этим летом. Нужно собираться, это не ответ. Уже простите меня, Андрей. Нет, ну я не знаю, достаточно ли эти меры или нет. Я просто по результатам же смотрю. Ну, конечно, если мы ждем все следующие зимы и увидим, как снова гибнут дети, то тогда мы сделаем вывод, что недостаточно. Сейчас мы проверемся на короткую рекламу. Это особое мнение. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Андрея Лучинина, первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». После перерыва я к вам буду задать уже вопросы, как исполнительному директору Ассоциации Совета Муниципальных Образований Кировской области. А сейчас вы задавали как первому заместителю, что ли? Как человеку хорошему старому вопросу. Перерыв. Продолжается программа «Особое мнение». Ее сегодня высказывает Андрей Лучинин, исполнительный директор Ассоциации Совета Муниципальных Образований Кировской области. Я хотела поговорить как раз о муниципальных образованиях. В частности, депутаты Белохоломинской думы считают, что действующие суммы штрафов для жителей села, штрафов за нарушение правил благоустройства для жителей села неподъемные. Это первое. Они сейчас составляют для граждан 3-5 тысяч, а депутаты предлагают снизить его до 300-1000 рублей. И второе, что мне кажется еще более важным, к теме профилактики. Они считают, что высокие штрафы не профилактическая мера, а карательная, что вызывает отрицательное отношение к власти и позволю здесь продолжить, а к результату в общем не ведут. Как вы считаете? Ну, во-первых, стоит ли снижать штрафы? Действительно, для селян, поскольку они высокие и неподъемные. Все-таки 3-5 тысяч. И второе, снова возвращаемся к профилактике. Кто и как ее должен осуществлять? Только не говорите общих фраз, что кто-то как-то должен. Ну, если не знаете, конечно, то не надо. Итак, штрафы. Понятно. Я посмотрел закон. Значит, у нас же закон-то совершенно свежий, который повышает штрафы за благоустройство. Одна из таких больных тем и в сельской местности, ну, наверное, и согласитесь, и в городе Кирея. Нам бы всем хотелось, чтобы у нас как-то было почище, поуютнее. Это не просто почище, поуютнее. Почище, поуютнее. Вообще чисто, уютно. Совершенно. Но мы знаем с вами, что это стоит, чтобы чисто и уютно было, это стоит огромных личных, личных усилий каждого проживающего в данном населенном пункте. А также больших финансовых затрат от муниципального образования. Любого муниципального образования. Соответственно, вот таким стимулирующим фактором, чтобы призвать граждан и учреждения наводить порядок у себя весной и поддерживать этот порядок круглогодично, вот призваны эти штрафы. Раньше, когда закон предпринимался, мотивировали, что штрафы долго у нас не изменяются, и они, собственно говоря, ни на что не влияют, и вроде как не страшно. Решили поднять. Решили поднять, подняли, но так получается, что у нас санкции самые разнообразные каждый раз растут, а благосостояние людей на местах, но, к сожалению, не поспевает за этими санкциями. И так получается, вот я аннотацию, записку пояснительную смотрел, по инициативе, которая есть, кстати, это не одна инициатива, там немножко она расширенная, больше по перевозчикам, все-таки предлагает белых лунчанин. Так вот, они мотивируют тем, что большие штрафы не будут воплачиваться населением. Видите, у меня, как бы думаю, что все-таки у нас должна быть единая система-то, если закон Кировской области приниматься на территории всей Кировской области, то, соответственно, должны быть и штрафы действовать территориально, на всю территорию территориально. — По другой стороне, Андрей Николаевич, ясно же, что в городе Кирове зарплата в среднем выше, чем на селе. — Безусловно, и доходы у предпринимателей получше, нежели на селе. Тем не менее, вот та аргументация, которую я посмотрел в белой холнице, ну, скажем так, она имеет основания существовать, но для меня кажется не совсем уж такой убедительной. Хотя, на мой взгляд, все-таки должны принимать решения депутаты нашего законодательства, собрания, так как на комитеты сначала будут рассматриваться, затем будут выноситься, либо отклоняться, либо приниматься пленарным заседанием законодательное собрание. Ну, по крайней мере, мое мнение, что понизив штрафы для сельской местности, того эффекта, который именно на штрафы возлагают, мы не добьемся. Не добьемся. — Что нужно делать, чтобы был эффект? — Я понимаю, что это разговор не на один час. — Да, да, да. — Что нам сделать, Андрей Николаевич, чтобы были чистые границы? — В совокупности, все нужно принимать адекватно. И, ну, уж извините, опять общими словами пошел. Но, тем не менее, это и воспитательная работа, которая должна идти, это и угроза штрафных санкций. Наверное, все-таки, и подумать, может быть, посмотреть. Я не могу быть истинной последней инстанцией понижать или не понижать. Может быть, может быть, более глубоко изучить и какой-то понижающий коэффициент там вводить. Не знаю, честно говоря. — Андрей Николаевич, вот остается немного времени. Мне очень хотелось вам задать еще один вопрос. Оставлю его обязательно, чтобы вы ответили. А сейчас такой мой частный. Скажите, пожалуйста, вот вас, как человека, как гражданина, как жителя этого города, можно назвать образцово-показательным жителем города Кирова, который заботится о благоустройстве, который никогда не мусорит бумажками, извините, не плюет на тротуар и готов взять лопату в руки и разгрести снег или подместить там в подъезды, если там не прибрано. Образцово-показательным никогда, ни в какой сфере, конечно, наверное, я сам лично не являюсь, но, по крайней мере, то, что говорю о чистоте, стараюсь, чтобы и в делах моих, и в тех поучениях, которые я достаточно активно своим детям внедряю, это всегда есть. Я вырос в сельской местности и жил, работал учителем тоже в сельской местности, потому не только как горожанин, а житель Кировской области, хочу сказать, что даже выезжая из города, житель Кировской области, который мусор в своей машине везет и выбрасывает, допустим, у себя не садит, а выбрасывает по дороге или там в какую-то деревушку завозит, ну, это совершенно непременно, это не хаптизует. Я к чему задавала этот вопрос? Должны ли чиновники, депутаты, политики и так далее своим примером прямо на улицу города демонстрировать то, что там... Должны депутаты, чиновники, каждый активный человек, не только чиновники, депутаты, представители средств массовой информации. Ну, они выходят там на какие-то субботники, я просто не знаю, что это значит, изменить сознание человека, что у нас будет чистый город. Напомню, опять же, расхоженную фразу, что чисто не там, где метут, там, где не сорят, потому что мы в мае вот сейчас выйдем, ну, в апреле, скорее всего, раз, роднее весна, торжественно приберемся, там, отчитаемся, какие-то пресс-релизы напишем, там, и прочее, прочее, прочее. А дальше мы поедем бумажки, вот, оберточки выбрасывать по дороге, если мы считаем Киров своим родным домом, то выезжаем в Слободской район и выбрасываем там. Мы только что разбирались по свалкам, которые образуются на территориях муниципальных образований, близлежащих к городу Кирову. Свалки и бытового мусора, и хозяйственных каких-то отходов, которые, ну, они же не привозят инопланетяне, или не привозят, допустим, с Афанасьевского района, или Лузского района, не везут городу Кирову, несмотря на это кировчане, это мы с вами вывозим, или попустительствуя, мы видим, что это делают, и не говорим об этом, да? И что с этими свалками? К чему пришли? Разбирали этот вопрос? Нет, мы ни к чему не пришли еще, потому что проблема острейшая, каждый год она, вот, оттаивает вместе со снегом, и не меняется ничего, ну, понимаете? Тоже системная проблема, как сосудка. Вот все время нависает такой вопрос, не вопрос, а, там, риторическое замечание, там, бороться с этим надо, бороться, бороться. Воспитывать надо людей, воспитывать через все возможные формы, может быть, с штрафными санкциями. С этим же, через средства массовой информации, в школах, объяснять, разъяснять своим примером, кроме своего примера, еще и надо отдергивать тех, кто ссорит. Вот, к сожалению, этого не происходит. Происходит, но... Выяснили в эфире, что люди стесняются делать замечания, честное. Согласен, согласен, стесняются. Но чего стесняться-то? Мы потом едем и ругаемся, вот иногда где-то выматеримся, там, да, увидим из машины, там, очередная пачка выброшена из-под сигарет, да, материмся, а нет, чтобы остановить человека, попибикать, там, на ему, или, по крайней мере, поговорить. Улыбнуться и показать на выброшенный фантик. А почему нет? Почему нет? Я тоже считаю, что это лучше, чем... Потому что вот сегодня мы же ездим, вот все в Европу, там кто-то, кто-то куда-то, и умиляемся, ах, как-то тут чисто, ах, как у нас-то плохо. Так вот, они к этому шли, многие, десятки и сотен лет, они к этому шли, потихоньку, медленно, годами, но мы к этому сейчас идем, отстаем, но к этому идти надо. Я, честно говоря, не вижу, как мы к этому идем. Вот я не вижу. Вы видите в нашем городе, как мы к этому идем? Вижу. Как? Живут давно уже, я прекрасно помню тот мусор, свалки, грязь, которая была в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Я сегодня вижу, что город меняется в лучшую сторону. А если мы с 80-ми будем сравнивать? То же самое. Я сюда приехал в 86-м году, поступил в институт, да? Я прекрасно помню это все. То есть, слава богу, движемся. Движемся. И будет наш город чистым. Не просто мы движемся, там очищаем, мы оккультуруем город, мы клумбы разбиваем, какие-то парки, мы что-то делаем. Все равно движение какое-то идет. Если мы смотреть будем только на то, что плохо, ну тогда какая-то тяжесть постоянная будет, и жить-то не хочется. А где вы в последний раз разбивали парк, лично, Андрей Николаевич? Вы говорите, мы парки разбиваем, где? Нет, я про Кировщан говорю, не про себя лично. А где у нас разбит парк? На сегодня каждый год. Спросите, Владимир Владимирович... Нет, я вас спрашиваю. Какой парк вам запомнился разбитый новый? Парк Победы, сажали там аллею. Значит, затем у нас посадки каждую весну осуществляются в овраги. Какие овраги? Ну вот не из-за сора, а как эта улица называется, не по большейков. У Александровского парка? Да, совершенно верно. То есть зеленстрой работает сегодня. Клумбы разбиваются. Ну я же вижу это. Ну здорово. Вы же делаете скидку на то, что я, конечно же, вас попытаюсь провоцировать. Вы знаете, у нас не остается все-таки времени, но очень важный вопрос, который хотелось вам задать. И я знаю, что вы готовы были рассказать. Может быть, мы сейчас договоримся прямо здесь о том, что будет у нас дневной разворот. Я знаю, что по муниципальным образованиям есть... Вы готовите сейчас годовой отчет, и скорее всего... Да, 27 марта будет годовое собрание, ежегодное у нас собрание. И там, наверное, много-много всяких заявок, которые подавали муниципалитеты, потому что много проблем. О чем говорят люди? Я не знаю, что вы будете отражать в этом отчете? Отчет годовой, как в любой организации. Мы подведем итоги все, что мы сделали за этот год в области муниципального развития, муниципальных развитий. Соответственно, у нас будут выступающие и с поселений, и с районов, и с городов. Как настроение сейчас у людей из поселений, районов, городов? Имейте в виду главпоселений? Что, ну да, что все-таки... А все равно федеральные власти... Говоря о настроении, вы все равно понимаете, что то настроение, когда идет там всеобщее развитие экономики и подъем, оно одно. А когда идет кризис, а мы с вами знаем, что идет кризис, настроение другое. Настроение на сегодня, ну скажем так, не сильно обнадеживающее. Все понимают, что не будет лучше, чем прошлый год. Будет тяжело, нужно затягивать пояса, нужно много работать. Нужно как-то выходить из той сложной ситуации, которая создается с экономикой. Конкретные предложения уже от муниципалитетов последовали, да, которые в докладе найдут свое отражение? Или это чисто отчет? Да, конечно. Нет, есть предложения, но они как раз именно связаны, может быть, с таким нехорошим словом, как оптимизация. Допустим, у нас достаточно часто проходят самые разные совещания. И совещания всегда проходят в областном центре, в Кирове. Для этого нужно постоянно приезжать из района. Впрочем, мы вышли с инициативой на губернатора, чтобы в этом году из экономии средств, в том числе, и развиваются у нас новые коммуникации, делать видеоселекторное совещание. Не приезжая в область, сегодня технологии нам позволяют. Никита Юрьевич согласился с таким решением, и вот в этом плане мы, наверное, тоже чуть-чуть сэкономим, наверное, как-то оптимизируем нашу работу. Ну, давайте мы с вами все-таки договоримся, я возьму с вас обещание, что вы придете к нам в эфир, и мы поговорим с вами как раз об итогах работ муниципалитетов и вашей структуры Ассоциации Совета Муниципальных Образований Кировской области ближе к 27 числу в дневном развороте. Поподробнее, прям целый час этому посвятим. Сегодня вы слушали программу «Особое мнение», и свое особое мнение высказывал Андрей Лучини. Большое спасибо вам, что вы пришли. Спасибо. Меня зовут Светлана Занькова. Всем до свидания.